Я в 89-м году, в 90-м, после приезда из Штатов, я стал думать, как мне строить бизнес. Я открыл блокнот и написал три предложения. Ну вот, я не понимаю, как это могу. Первое. Сделать концерт «Металлики» и «Эсидиси» в Москве. Вот такое представление. «Металлики» и «Эсидиси». Второе. Подписать контракт с мейджор-компанией «Играмзаписи». Третье. Открыть интервью России. Вот я это написал в 90-м, когда это было, ну вообще, бредом сумасшедшим, по большому счету. Даже было смешно об этом думать. И первое. «Металлика» и «Эсидиси». Концерт я сделал за три недели, а его готовят обычно 8-9 месяцев. Это случай, смотри, ломается страна, уходит одна, появляется другая. Второго сентября у меня день рождения. И в ресторане на дне рождения ко мне подходит приятель один, он жил в Штатах. Говорит, слушай, а ты хотел бы сделать там концерт «Металлики» и «Эсидиси» в Москве? Я говорю, конечно, хотел бы. Ну вот они сейчас катаются по Европе с программой «Монстр-рока» с этой. Можно попробовать. Я соединю тебя с одним человеком. И мне звонит Марк Росс, это сын тогдашнего главы «Ворнера». Он мне звонит и говорит, здрасте. Я по-английски тогда говорю, так себе. Вот есть так, ну да. А нет, он мне дал его телефон, я ему звоню. Представляешь, сидит человек, сын владельца самой влиятельной компании в мире, «Грамзаписи», тогда даже компания «Грамзаписи» что-то стоила, а «Этюнсов» не было. И звонит, говорит, сумасшедший русский я. И говорит, я хочу сделать концерт «Металлики» и «Эсидиси» в Москве там, 28-29 сентября. Говорит, что сумасшедший, что ли. Говорит, ну, хорошо, хайди. И она говорит, что только что ушла одна страна, возникла другая, о России сейчас все говорят, надо поддержать русскую, советскую, российскую тогда еще, или российскую уже. Тогда вот не было. Было безвремение, безвремение абсолютно. Молодежь, тогда начал ему петь. Потом позвонил своему приятелю в Венгрию, очень известному промоутеру, с которым мы делали «Землян» и «Юрайхип» в Москве. Говорю, слушай, ты можешь за меня словечко сказать? Хорошее. Да, если ты возьмешь меня в долю. Если, то есть, я поставлю аппаратуру на это. Я говорю, на все согласен. Он звонит, и начинается какое-то шевеление. Слушай, со 2 по 29 сентября. Это вообще не делается. Начинается какое-то шевеление, начинаются звонки. И 50 раз отменялся этот концерт. Они говорят, да вы что, сумасшедшие. Где? Я послал свои, говорю, ищите место. Один мой прибегает, взлохмаченный. Говорит, о, Тушинское поле, там Сталин парады проводил. Я тут же набираю, говорю, на Сталинском поле, там, где Сталин проводил парады. Их это как-то, вот у них Сталин, вот эта вот вся вот хрень, как-то им на ухо клалась. И они, говорят, ну, короче, кончилось с тем, что, говорит, ладно, мы пришлем технаря главного, и тогда он скажет, да или нет. Они-то понимали, что они, если продадут этот концерт, они заработают хорошие бабки, если они его снимут и продадут. Но вообще это авантюра чисто выдает. Они приезжают в Тушино, а там даже розетки нет нигде. Ну, мои пацаны сумели как-то протянуть это самое. И вот этот человек, который приезжал покойный, у меня тогда зам был Эдди Кратников, он сейчас там концерт в Москве делает. Он говорит, слушай, вы, конечно, ненормальные, но ты мне нравишься, будем делать. В этот же день планировал только с другими исполнителями, там, Дэвид Боуи, кто-то еще, Тема Троицкий. И Тема нашел миллион рублей, тогда это были гигантские деньги, гигантские, тогда это было практически миллион долларов от спонсоров. Ну и там началась битва между Ямай и Ворнером за концерт в Москве. С Темой мы тогда поругались, думали на всю жизнь, сейчас ближайшие друзья. И я выиграл. Ну, Тайм Ворнер выиграл. И этот спонсор, который уже деньги выделил, ненавидя меня и всю идею с Виталикой и Сидиси, скрепя сердцем, отдает эти деньги. Мне. Но дело в том, что свои деньги я никогда в жизни такое не потянул. Это надо было привезти два Руслана аппаратуры. Руслана, 25 траков через границу и еще уговорить музыкантов, чтобы они приехали. Я говорю, ладно, делаем. Делаем. Началось. Стали приезжать. Как, где взять мне эти Русланы теперь? Ты будешь смеяться, мне это стоило пять тысяч долларов. Два Руслана. Почему? Ну, потому что я... Потому что на Украине не было ничего вообще. Страна распалась. Летчики голодные сидели. Их нашли и сказали, ребята, вот вам пятерка, надо два Руслана загонять в Барселону и вернуть сюда с аппаратурой. И они это сделали. Ну, ты представляешь, вот сегодня два Руслана загонять. Дальше. 380 американцев без виз в Москву. То есть это артисты... Технари и все остальное. И главная съемочная группа огромная. Они концерт снимали. Они снимали, конечно. Так. Что я делаю? Беру бланк свой без Enterprises и пишу. Прошу пропустить через границу без помех и 380 фамилий. Говорю самому парню. На те 100 долларов езжай на границу. Езжай в Шереметьево и договаривайся, как хочешь. Приезжай, договаривайся. Они меня потом рассказывают. Мы летели, мы были уверены, что мы назад летим. Но ни визы, ничего нет. Советский Союз, представляешь? Их всех пропускают на границу. Траки. Тогда же не было ни мобильных, ничего. 25 траков. Представляешь, что я его кокаином загрузил? 25 траков. Я даю 100 долларов и посылаю парня в Брест. Я говорю, делай, что хочешь, но чтобы эти траки прошли. Это сейчас слушать невозможно. Я сам вот говорю, и ты думаешь, блин, как это вообще могло быть? Он едет, а позвонить он мне не может. И мы не знаем, едут траки или нет. И вдруг какой-то такой звонок непонятный. Все, пропусти. 25 траков с оборудованием едет в Москву. Конечно, никто не верил в Москве. И все мои конкуренты пытались сделать. А тогда конкурентом был основной Стасик Намин. Который я обожаю сейчас и с которым мы в очень хороших отношениях. И он только за два года до этого он сделал концерт в Лужниках. И он платил, чтобы являли в метро, что концерта не будет. То есть там целый цирк. Я сумел договориться с Шавыриным и с каналом «Россия» о том, что они неделю хотя бы погоняют ролик. Рекламный. Рекламный. И подъехал дня за три до концерта в Тушино. Смотрю, там стройка идет, леса. Там просто караул какой-то. Я иду к покойному Юрию Владимировичу Никулину, с которым у меня были хорошие отношения. А я знал, что он дружит с Лужковым очень. Я говорю, Юрий Владимирович, помогите, пожалуйста, молодежи. Умоляю вас. Он говорит, не вопрос. Набирает Лужкова. На следующий день мы встречаемся в мэрии. И Никулин просит. Юрий Михайлович, ну молодежи. Лужков говорит, да там будет сто коллег, кто пойдет на этот концерт. Я говорю, Юрий Михайлович, я вам гарантирую, что там будет много людей. Пожалуйста, помогите еще с милицией, с перекрытием. Да ладно. Ну ладно, если Никулин просит, я отказать не могу. Подписывает какое-то там распоряжение. Да. За 10 дней до концерта шел страшный дождь. И вот эти америкосы, которые приехали, говорят, ну что, пропал концерт. А я уже заказал эти, которые расстреливают тучи. Тоже за 3000 долларов. У самолета, который стреляет по тучам, их разгоняет. Я говорю, в день концерта не будет дождя. Ты что-то гонишь, блин. Тучи просто конкретные. Конец сентября. Я говорю, не будет. Подъезжая утром на концерт, дождь прекратился. Они на меня с испугом смотрят. Я говорю, ну ребята, я уже стебаться над ними стал. Но как только закончится концерт, ливанет, как из ведра. Потому что я знаю, когда перестают бомбить, все это выливается. И когда вот концерт это ливануло, они стали меня остерегаться уже. Просто конкретно остерегаться. Но это ни в какие рамки не входит, правда. И вот этот вот дурдом трехнедельный, как я сумел это сделать. А потом началась эта бойня на поле. Ни охраны же ничего не было. Стояли там милиции, это военные. Которому только дай помахать палками, побить пацанов. А пацанам только дай покидать них. Я вышел на сцену и говорю, я вас умоляю, я столько отдал жизни и всего, чтобы привезти вам Металлику и Сидиси. А вы, вы сама, сейчас все закроют и все. И артисты не хотели выходить. А там прям драки были, миссио. Там было конкретное миссио. И я умолял, и Хэтфилда, и этого. Ребята, поверьте, это закончится сейчас. Выйдите на сцену, пожалуйста. И действительно, на исти они махались как ненормальные. Потому что первая «Пантера» она просто свела с ума всех. Ее же никто никогда не слышал в России. А тут они как-то дали, это фантастика была какая-то. Потом «Эст» тоже началась нереальная заваруха. Но потом вышли вот эти «Близовики». И как-то народ сдулся. Народ сдулся. А когда вышло Металлику, все уже, включая Лужкова, стояли вот так. Потому что это было нечто невероятное. И я на следующее утро сажусь в самолет и улетаю на Гавайи. Потому что я с ужасом сказал всем своим замам, «Ребята, если кто-то пострадал, везите яблоки, деньги, что угодно, извиняйтесь». А Стасик запустил, что погибло 20 человек. А погибли ли? Нет, ни одного человека не погибло. Это меня спасло, наверное. Но это было, конечно... Вы заработали на этом концерте? Да. А сколько? Дело в том, что концерты бесплатные, соответственно. Но когда снимают фильм, когда делает компания о грамзаписи такое действие, она промоутера платит 10%. Бюджет был 6 миллионов общий. Но у меня же был Ласло, тот партнер, который аппаратуру... Я заработал нереальные деньги, 300 тысяч это для меня было. Я думал, все, жизнь состоялась, больше ничего не надо. Нет, начнем с того, что у меня деньги, я же занимался бизнесом и до этого, до всего. Когда это было запрещено, у меня деньги были какие-то. Но 300 тысяч это было нереальное вообще.